м привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и вот наступил 2017 год момента выхода этого видео наружу будет м пора будет выходить уже с каникул многим моим подписчикам но ну все же я должен вас как-то поздравить если в группе я смог поздравить на канале к сожалению выпустить видео не получилось проблема с веб-камерой поэтому снять как подкаст какой-то или что-то еще в этом роде у меня не получилось поэтому вот вот так вышло так что не обессуйте я не специально это сделал я завтра вас не забыл там поздравить или прочее просто как-то не вышло вот и получилось ну так давай работай ты посмотри категорически его давай отлично чё всё так ну собственно говоря что я тут делал я решил вам показать новое строение которое я пропустил они видимо были добавлены с обновлением допустим ларек с мороженым но в результате бонуса столько дает но в принципе я думаю неплохо неплохо то есть он даже без бонуса неплохо вам дает сейчас посмотрим кстати вот видите то есть сейчас то есть видите вот он 5000 дает у меня 6 бонусом вот то есть он находится грубо говоря на начальном уровне то есть они не добавили новое строение именно сразу в конец то есть будет у вас 75 уровень вы получите там вот ларюк с мороженым нет они их перетасовали и даже некоторые попали более ну смогут открыться вам на более ранних уровнях вот это довольно прикольно так ну и здесь у меня куча 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 всего да я так понимаю для начала вот это что у нас такое это парк цветущая вишня это для этих для японцев там у них цветет такое хотя у них вроде персики так цветут да все таки персики ну да ладно вишня тоже пойдет в принципе красиво 5 процентный бонус вот так здесь у нас что такое аттракцион резвый динозавр я вообще не представляю что там происходит внутри даже ничего вам сказать не могу знаю что такое вот эта фигня крутится и все заходите там вас с вами делают что-то непонятно ну вот про этих мы уже в курсе про летучую карусель вот у нас еще появилось 5 процента это сад ручеек то есть гигантские кувшинки тут ну обычно ее гигантские присутствует просто чисто посмотреть так строение веселая хижина тоже прилично дает это копия вот этого дарька с мороженым только внешний вид другой и собственно говоря денег дает меньше потом анфитеатр пустошь у нас также имеется я так понимаю это типа цирка что-то то есть вот тут все садятся и в центре там вам что-то показывают так ну и беседка это тоже пятипроцентный бонус что мне бесит то что они все по пять процентов почему нельзя было один сделать десятипроцентный там семипроцент это же никого не убило также меня попросили показать парк свой в принципе чё тут смотреть то не на что особо расчистил много места для новых животных которые впоследствии у меня в будущем появятся а всех обычных животных я засунул вот вот сюда в хранилище образцов то есть тупо обычные которые мне мало денег приносят а и заменив их на этого блин на гибридов или там на эксклюзивных животных я естественно получу гораздо больше да и место освободилось в принципе ну а главное событие по которым решил вот снять это видео это новое животное морское естественно потому что пока мы не трогаем этих сухопутных пока что нужно разобраться с морскими так сейчас посмотрим кого я вам показал кого еще не успел показать да все правильно вот протастега давайте немножко расскажу как всегда в моем репертуаре и знаю что кому то это не нравится лишняя болтовня а кому то наоборот интересно тем более я беру самую краткость рассказываю вам только основу так что думаю ну блин послушать тут никто не помрет сейчас значит это была меловая черепаха из рода протестеик вроде бы он называется ну собственно говоря по внешним признакам по такому она была очень вот была меловая это была меловая черепаха обнаруженная в канзасе 1872 году Эдвардом Коупом во время войны костей уж извините что сейчас прервалось и вот тут как видите изменения дело в том что я начал тут вам заливать рассказывать короче и смотрю а видео то не записывается вообще прикольно в общем сижу тут сам с собой разговариваю не ну в принципе когда я так видео записываю тоже сам с собой разговариваю но здесь то ощущение что я для кого то это делаю а не просто так значит длину эта черепаха достигала до 3,4 метра то есть по размерам была больше современной кожистой черепахи которые вырастают максимум до 3 метров вес я думаю оценивался от 1 до 1,5 тонн вот крупный череп в длину примерно равнялся ширине то есть длина равнялась ширине примерно клюв был слабо загнут в отличии от того же архелона который вот мы смотрели в начальных видео считайте мы еще раз его глянем только я рассказывать не буду просто глянем на все его уровни эволюции вот но это в далеком будущем еще не будем сейчас ничего загадывать питался также моллюсками и медузами собственно говоря как и архелон жили они примерно на одной территории возможно чуть-чуть в разное время хотя примерно в одно и то же то есть просто с архелоном делили воды мелового периода и на них охотились всякие там мазазавры и крупные акулы вот этих вот шипов по бокам не было это фантазия разработчиков то есть был гладкий такой панцирь насколько можно судить по окаменелостям вот собственно говоря так ну давайте покормим способ кормежки точно такой же как у всех других черепах черепах типа псевдочерепах допустим таких как псифодерма и черепахи такой как архелон то есть меня бесит что они меняют то есть блин ну как не естественно смотрится где вы видели чтобы кожистая черепаха вела вот такой ну способ охоты с помощью клюва ловила рыбу повторяюсь рыбу по моему это бред собачий но я как бы многие меня ругают то что я постоянно критикую игру я не критикую ни в коем случае и разработчики подарили вот такую возможность посмотреть на всех этих животных как-то с ними по грубо говоря поконтактировать что-то такое в этом роде я всего лишь указываю на ошибки которые как мне человеку знающему режет глаза но при этом игру я ни в коем случае не критикую то есть всякие там гневные комментарии типа хватит ругаться на игру и прочее уже не писать потому что я ни в коем случае этого не делаю так значит на 20 уровне у нас что появилась по сути такая псевдолеопардовая окраска на панцире по сути и сама черепаха стала посветлее Ну, окрасывают. А в остальном все то же самое. Давай. Отлично. Сейчас будем качать их до 30 уровня. Как видите, у нас ждет более светлый окрас. Ну да, в принципе, сейчас на 30 уровне только окрас изменяется. Так, пардон. Да, теперь, то есть, не часть панциря, а весь панцирь. У нас такую вот псевдо-леопардовую окраску украшен. Но я почему называю псевдо? Потому что оно, в принципе, похоже. Возможно, я, конечно, слеповат. Но, в принципе, похоже на леопардовую. Ну, там, конечно, понятно. Там просто, допустим, желтоватое такое тело и точечки на нем. Здесь совершенно по-другому. Но просто почему-то мне вот, когда я это смотрю, напоминает леопард. Не знаю, может, я шизунду какой-то. Ну, вот, в общем, вы поняли. Сами видите, собственно говоря. Сами анализируйте какой-то окрас. Ну, и сама черепах стала посветлее. То есть, вообще, такая более яркая по сравнению с таким сероватым окрасом тела на предыдущих уровнях. Да, конечно, сейчас с псевдо-леопардовой я запармался. Сейчас начнется мне писать, типа, ты чё, слепой там? Чё ты как говоришь там? Ну, в принципе, ладно, пишите что угодно. Ваше право. Так, а вот это ты мне не радуешь ещё активаться Windows везде. Это дурацкое. Интересно, на видео записываться я потом посмотрю вот эту надпись. Или она видна только мне? Я просто не хочу активировать. Отлично, я так понимаю, ещё одну, да, надо? А, всё, отлично, всё, я пропустил этот момент. Так, давай, давай. Отлично. И сейчас мы посмотрим её на сороковом уровне. Нет, у нас пробирка такая маленькая по сравнению с теми животными, которых мы обычно прокачиваем. Они там во всю пробирку обычно. Так, пять звёзд. Ну, в принципе, издалека смотрится нормально теперь. Давайте посмотрим, что с ней сотворили вблизи. Так, что ты мне натрид... Ооо, прикольно, слушай, вообще, классно. То есть добавили ряд вот этих шипов ещё и вдоль спиной части, помимо боковых. А на её плавниках добавились когти вообще. То есть здесь они направлены в заднюю часть, здесь как бы тоже, но здесь они в виде пальцев, что ли, а здесь просто такая вот ряд шипов такой, классно. На голове двойной ряд такой появился. Вот видите, такие эти порожки, такая типа причесон, такой, знаете, вообще прикольно. Значит, концы плавников и хвоста, они такие синеваты, а само тело рыжее. Блин, прикольно смотрится. По сути добав... Блин, пардон. По сути добавили вот много нового к черепахе, то есть того, что у неё не присутствует. Блин, а где она плавает-то я её найти не могу вообще. Нормально, такая, торпеда погружается. Добавили много нового, но при этом как-то ей прикольно смотрится. Разработчики молодцы. Не испортили новое животное. Отличненько. Ну, собственно говоря, вот мы и прокачали протастегу, это супер редкое животное. Здоровье 885, урон 226. Даёт приличный деньжат тогда, если честно. Я если уже потерялся, я не знаю, вот эта статистика, вот эта вот характеристика, она нормальная для супер редкого или это слабенькое животное? Ну, в принципе, решать вам я показал, а вы сами думайте. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего. Смотри, ух ты там рыбы плавают. С вами был Дарт Сидиус, до скорых встреч. Ну, хоть бы вернулся в экран, э, слышь, черепахин. Всем пока, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok